она рычит ты не довольна что это не кошки это щенки это не наше причем наших кошек выращивали собаки ирширский терьер но это чужие собаки хотя она тоже вроде пытается с ними поиграть и поняли что это не собака хотя иногда кстати в сумерках когда мы гуляем если вдруг случайно заходит этого собаку придержите вот а собака не лает собака мяукает и мурлычет мы опять на прогулке денечки такие стоят хорошие нет яшма мы точно не на дрессировку не надо подниматься на лестнице надо все пометить вот это обтирание кстати у кошек это они ставят так тоже метки то есть не только мочой но и обтирание то есть метки ставят но как видите яшма вес уже на зиму почти набрала но она может быть чуть-чуть еще наберет вес ну килограмма 23 но зимней шерстью она еще не обросла потому что пока еще достаточно тепло и только полностью где-то в январе она полностью обрастет зимней шерстью то есть до конца и в конце февраля у них обратная линька начнется на лето да ну ты чё трешься рыси еще сложно снимать потому что по открытым пространством они ходят очень мало так же как и кошки если вы своих посмотрите домашних да то есть возле стеночек где-то то есть комнату перебегает и ходит вот возле стеночек где-то возле шкафов то есть какое-то укрытие поглоти линька идет еще линя им скажи я не успеваю это уже вторая прогулка так чё с щенками познакомимся да наша собака рыжая собака такая ну вот этот вот это самая смелая это девочка вроде она даже хвостом виляет смотри пытается поиграть что скажи за игры как вас снимать но собаки в вольере причем рысь не пытается вольер перепрыгнуть то есть тем хороши то есть они знают что если где-то какое-то ограждение да она может попытаться достать лапой ну вот тут буквально ну сколько ну сантиметров 60 наверное да 70 это легко в общем преодолимая высота для рыси потому что с места без разбега рысь вверх может прыгать до трех места просто без разбега вот алмаз что последнее время перестал у нас по деревьям прыгать он обычно прыгает бегает я куда пошла опять за птичками пошли охотиться просто уборку ну как бы ежедневно уборка лотки причем рыси ходят ну два раза в сутки обычно как минимум да потому что сейчас именно ходят да потому что сейчас они едят много добирают еще вес к зиме ну вот тепло видите ей даже жарковато ну и водички попей кошка иди попей водички иди попей птички там летают дразнит рысей рысь дразнит рыси дразнит дразнит птички ну вот оба оба одеяло только постирали повесили тебе обязательно обтереться надо да причем они не отходят далеко от помещения где живут с нами то есть вот видите встала хотя могла вон туда побежать далеко далеко нет мы гуляем здесь она к этому месту уже привычно вот поэтому прогулки я не успеваю за вами прогулки вот здесь вот ну кстати здесь вот березы иногда алмаз по ним прыгать не всегда просто камера под рукой чтобы снять чтобы можно было снять вот дошли и идем обратно причем прогулка с рысьями то есть не так как собаками мы уже говорили об этом да он бежит обратно бежит обратно то есть она тут прошла ну сколько ну метров десять наверное пятнадцать и возвращается обратно то есть они не отходят кстати что в это опять игры ты поиграть хочешь давай я их вот так сниму нет она вещь я подхожу они сразу ко мне не интересно не надо с другой стороны она подошла то есть наши убивать не умеют так как они алмаз у нас получается в четырнадцатом поколении да а яшма получается в девятом поколении по моему или десятом я уже запуталась в вольернике то есть них бабушки не про бабушки не про прабабушки не про прадедушки не умели убивать то есть они ну зоопарковые именно зоопарковые причем мы брали не с первым ну куда ты пошла мы еще не нагулялись яшма нет ей в тепло надо и все ну ладно сейчас алмаза будем гулять ну и вот смотрите прогулка кошек алмазы вывели они просыпаются к обеду коты причем более ленивые чем кошки кошка она как-то побыстрее причем что домашние коты что ну вот коты любые кстати длк у нас не такой шаман у нас не ленивый вот мы подтягиваемся ну кот не успела снять не всегда камера под рукой ну подтягивайся стойку стал он причем тоже туда не идет вот если сейчас убавлю вот он постоял посмотрел но он не отходит то есть вы видели что яшма сама забегает вот коты более медлительные более ленивые кстати они больше спят почему то все мы вышли слышите да нас нету вот это заорал маркиз то есть прирученное животное да следом забыли собаки вернитесь мы должны вас видеть вдруг вы нас бросили вот ну мы сейчас с кошками погуляем это уже вторая прогулка вот смотрите остановился прям вот когда-то и разворачивается сам в том же месте где ну то есть яшма тоже до сюда доходила и вот он уже все он обратно уже идет все ну чё к щенкам пойдем подведи его попробую может он будет играть что там что там происходит ну малыши коту пофиг ему надо ну куда ты побежал и вот ну то есть вот вход да где куда мы заводим вот там вот метров ну отсюда дома где-то метров пятнадцать двадцать и вот здесь вот метров тридцать на пять вот кто говорил 500 километров хотя он мог сам пойти то есть мы их не ограничиваем поводок нужен за ну за тем чтобы вдруг там стекло где-то разбитое увидим или вдруг собака какая-то побежит чтобы можно было его придержать ну то есть это безопасность но мы ходим за ним то есть куда он идет туда и мы то есть мы не ограничиваем его ну в таком в таком пространстве ну то есть валира да в опасные места просто не вводим ну вот вольер у них сейчас кроме того что у них там вольер получается 7 на 2 с половиной но мы еще обязательно делаем такие прогулки также на озера их вывозим вот хоть ты прыгать будешь сегодня хоть ты прыгать будешь сегодня или ты еще не будешь прыгать сегодня я хочу понюхать все поваляться ну вон валялки немножко отойди от солнца чтобы видно было вот то же самое да нет настроения то же самое вот мы когти точим то же самое настроение как у яшмы то есть обязательно нам надо поточить когти обязательно нужно пометить вот то что обтираются рыси это метки то есть не только мочой и когтями но еще обязательно обтираются они лапки 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 какие лапки лапки у коти лапки такие ой балдежник 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 такой балдежник как с телефона операторы из нас никакие мы не умеем толком снимать как бы ну показываем то что с нами происходит констатация нашей жизни скажем так без прикрас да без прикрас бывает бывает все очень любят приукрасывать или там что-то случается сразу ну у каждого как бы что-нибудь да случается вот просто что-то можно предупредить технику безопасности наладить но всегда бывают какие-то казусы которые первый раз и там потереться и там прыгать будешь сегодня 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 будем опираться хоть ну попрыгать надо или ты вечером будешь прыгать смотри не подходи близко а то он перестанет кувыркаться там обтираться здесь он весь в грязи ему нужно обтереться он обтерся и теперь он весь в грязи ему надо еще больше нет он нюхает дерево может быть может быть будет а здесь яшу обтиралась запах ну ладно я пойду убирать лотки а ты погуляй еще он 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 он